Когда работник трудится на предприятии продолжительное время и решает уволиться, у бухгалтерии не возникает вопросов, как произвести ему правильный расчет компенсации. Как показывает практика, наибольшее число вопросов возникает в ситуациях, когда увольняющийся работник отработал 11 месяцев. Как в такой ситуации ему начислить положенную компенсацию? Что представляет собой компенсация? Решив уволиться с места работы, каждый трудящийся помнит о своих правах и положенных ему выплатах, но не каждый знает, как они должны правильно рассчитываться и выплачиваться. Таким же вопросом может задаваться сам работодатель, так как при неправильном расчете права работника будут ущемлены. В результате нарушения прав такой сотрудник вправе обжаловать действия работодателя. Если в его действиях действительно будет выявлено нарушение, он обязан выплатить работнику причитающиеся выплаты, в том числе дополнительные компенсации, если он в них работник заявит через суд. Данные нюансы следует учитывать обязательно. При увольнении работник должен получить положенную законом компенсацию за неиспользованный отпуск, независимо от продолжительности. Такая компенсация, как и иные причитающиеся суммы, подлежат выплате в день увольнения. Если работник в этот день не осуществлял трудовую деятельность, то положенная выплата должна быть произведена не позднее следующего дня, как только от работника будет получено требование о расчете. На полную компенсацию могут рассчитывать работники, проработавшие причину увольнения норму закона не менее 11 месяцев, независимо от причины увольнения П. 28 правил Н. 169 от 5,5 до 11 месяцев ликвидация, реорганизация работодателя, сокращение штата, временное представление работы. Работник призван на военную службу, требуется выезд в ВУЗ-техникум, на подготовительное отделение, находящееся. При ВУЗах работник непригоден к работе во всех остальных случаях, работники вправе рассчитывать на получение пропорциональной компенсации. К ним в том числе относятся лица, проработавшие от 5 до 11 месяцев, если увольнение происходит по иным основаниям, кроме указанных в таблице. Положения закона указывают, что работник должен воспользоваться отпуском в течение 1,5 лет с момента появления такого права. Если работодатель не отправляет работника в отпуск, за это на него может быть наложен административный штраф. Что гласит закон? Трудовое законодательство указывает на тот факт, что каждый трудящийся имеет право на отпуск, равный 28 дням. Для некоторых категорий работников продолжительность отпускных дней может быть увеличена за счет наличия вредных условий труда. Размер положенных выплат зависит от продолжительности работы с момента приема или времени, прошедшего с предыдущего отпуска. Выплаты, равные годовому периоду, начисляются при достижении 11 месяцев работы. Частичные выплаты подлежат расчету, исходя из оставшихся дней неиспользованного отпуска и общего размера доходов работника. При проведении расчета не берутся во внимание досконально дни стажа работы в учреждении. Здесь важно, сколько в целом месяцев было отработано. Остаток в 15 дней округляется в меньшую сторону, а все, что свыше в большую. Общий смысл, исходя из положения норм закона, будет следующим. Из 12 месяцев в году один месяц является законным отпуском, на который может рассчитывать работник и работодатель обязан предоставить. Сотрудник получает отпускные в течение оставшихся 11 месяцев. К примеру, работник проработал 11 месяцев и в отпуске не был. Ему положены к выдаче отпускные в полном объеме. Для расчета можно использовать простую схему, смысл которой сводится к тому, что отпускные представляют собой средний доход работник за дни отпуска 28. Фактически, размер отпускных – это средняя заработная плата. Трудящийся, отработавший у работодателя не менее 11 месяцев при увольнении, должен получить полную компенсацию. Бухгалтеру, ведущему расчеты, необходимо придерживаться установленных действующим законодательством правил. Таким образом, работники, которые отработал и 11 месяцев, и работники, отработавшие 12 месяцев, могут рассчитывать на получение одинаковой компенсации за 28 дней отпуска Паренкова ЛН. Бухгалтер – город Москва, что требуется учитывать. Информация о работнике для определения отпускного стажа учитывается, не учитывается в отпускном стаже, периоды, которые подлежат исключению из стажа при расчете отпускных, число использованных дней отпуска, отработанное по факту время. Время – время, не отработанное сотрудником, но в течение которого за ним было сохранено рабочее место. Время, попадающее под понятие «вынужденный прогул», отстранение от работы в связи с непрохождением медосмотра, время отпуска в течение которого. Не сохранялся заработок за сотрудником, не более 14 календарных дней, время, в течение которого работник отсутствовал на рабочем месте, не имея уважительных причин, время, отведенное работнику в качестве отпуска по уходу за ребенком. Порядок начисления компенсации. Рассматриваемый вид компенсации выплачивается с учетом среднего заработка, который рассчитывается с учетом утвержденных и действующих систем оплаты труда в учреждении. Независимо от режима работы, все расчеты должны производиться с учетом уже начисленной заработной платы и отработанного времени работником за последние 12 месяцев. Такой срок должен предшествовать сроку, в течение которого за сотрудником имело место сохранение среднего размера заработка. Важно! При расчетах следует учитывать, что календарным полным месяцем будут считаться даты с 1 по 30, а 31 число и 28-29, если речь идет о феврале месяца. Пример. Сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию с 1 мая 2018 года. Ему требуется выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск в 28 дней. За период работы с 1 мая 2017 года и по 30 апреля 2018 года ему была начислена заработная плата в размере 400 тысяч рублей. За период работы сотрудник был на больничном с 22 по 30 октября 2017 года и в отпуске с 10 по 16 декабря 2017 год для расчета количества полных календарных месяцев, отработанных в расчетном периоде, берутся в 2017 году с мая по ноябрь и в 2018 году с января по апрель. Итого 10 месяцев. Расчет количества календарных дней в неполных отработанных месяцах. Сентябрь 29,4 дробь 31 умножить на 31,9 равно 20,86. Декабрь 29,4 дробь 31 умножить на 31,7 равно 22,76. Итог. В неполных месяцах дней 43,62 дня. Расчет среднего заработка. 300,000,10 мес. Умножить на 29,4 плюс 43,62 равно 888,57 расчет размера компенсации, 888,57 умножить на 28 равно 24,879,96. Для правильных расчетов можно придерживаться предложенных формул. Позиция Роструда. В письме от 2012 года Роструд дал разъяснение в части компенсации за неиспользованный отпуск, если увольняющийся работник отработал в организации 11 месяцев. Когда работник принимает решение об увольнении, ему положены компенсационные выплаты за неиспользованный отпускной период. По правилам, рабочий год приравнивается к 12 полным месяцам и должен исчисляться со дня поступления работника в учреждение. Важно! Излишки, которые составят менее половины месяца, должны округляться до полного месяца. Верховный суд РФ, высказывая свою правовую позицию, указал, что законодательство не регулирует вопрос порядка расчета компенсации за неиспользованный отпуск лицам, проработавшим до момента увольнения не менее 11 месяцев. Соответственно, регулировать вопрос, исходя из указанных выше правил, допускается. Таким образом, сотрудникам, проработавшим не менее 11 месяцев, полагается полная компенсация. Положенную компенсацию работодатель обязан выдать в день увольнения. Даже если работник не согласен с начисленной суммой и между ним и работодателем возникают разногласия, то по закону в последний рабочий день к начислению подлежит вся сумма. Уже после получения всех денег, работник может обжаловать действия работодателя, включая сумму компенсации за отпуск. В целом, при проведении расчетов следует придерживаться действующих норм Трудового кодекса РФ, а при возникновении трудностей можно учитывать позиции судов. Читайте также. Денежные выплаты и доплаты ветеранам труда в Московской области в 2020 году. Прекращение и приостановка выплаты пособия по безработице в 2020 году. Вопросы на ответы. Вопрос, если работник отработал 11 месяцев, то как правильно ему рассчитать компенсацию за отпуск? Ответ, если у такого работника не было периодов, которые не должны включаться в стаж работы для отпуска, то ему положена компенсация за 28. Дней? Если такие дни имеются, то ему необходимо вести расчет. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон Центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok